Начнем с хоккея. Тот случай, когда за поражение не стыдно. Сибирь уступила СКА со счетом 3-4. При этом матч получился одним из самых ярких и эмоциональных для нашей команды и ее болельщиков в этом сезоне. Почему это стоило увидеть вживую, расскажет Александр Ширудела. Лидер западной конференции приезжает в Новосибирск. Афиша матча плюс отличные результаты Сибири в нынешнем розыгрыше стали катализатором рекорда посещаемости в непростом ковидном сезоне. Все 70% билетов, отпущенных зрителям, были проданы. Аншлаг на арене, словно нет никаких тестов и сертификатов. И игра оправдала ожидания. Правда, не в первом периоде. Новосибирцы старались сыграть понадежнее, но в итоге первую шайбу придумали сами себе. Несмотря на ошибку Сятери и вторую пропущенную шайбу, уже после перерыва, Сибирь не расклеилась и подгоняемая трибунами перешла в активное наступление. Шор отыграл одну шайбу, но уже через минуту гости восстановили преимущество, реализовав контратаку. Новосибирцы и здесь не пали духом. Юки Пакка забросил, но судьи отменили взятие ворот после просмотра. Тем не менее, справедливость моментально восторжествовала, и Финн все же отпраздновал взятие ворот. Затем пришел черед отличиться Седдикову. 3-3 на табло. СКА нужно было дожимать. Но все равно, когда счет равный, не хочется допускать ошибок, обрезаться, когда все-таки мы проиграем, нам надо отыгрываться, из-за этого где-то больше рискованных действий происходит, из-за этого где-то больше преимущества у нас. Ход матча оказался разбит судейскими решениями. Арбитры дважды удаляли игроков Сибири в неочевидных ситуациях. А паузы, связанные с пересмотром больших штрафов на малые, позволили хоккеистам СКА перевести дух. Третий период прошел уже по сценарию первого. Гости нашли свой шанс в контратаке и вырвали победу 4-3. Обученные ребята, хоть и молодых, много было оборонять очень четко и действительно продавливать оборону было сложновато. Много сил тратили. Где-то чересчур эмоции играли, тоже выплеснулись много, через себя пропустили. Может быть где-то в концовке не за всех хватило, но я верю в парней, что в следующем матче все получится. Продолжение следует...